Нушра — это снятие колдовства с человека, и она делится на два вида. Первый — это дозволенная нушра, и это снятие колдовства с помощью заклинания с его условиями, или с помощью дозволенных лекарств, или же пить мед, делать хиджаму, или же с помощью дуа просить у Всевышнего Аллаха, чтобы он избавил от этого испытания. И это дозволенная нушра. Второй — запрещенная нушра, и это снятие колдовства с помощью другого колдовства. И это запрещено. Пророка, салаллаху алейхи вассалям, спросили про нушеру. Он сказал, она из деяния шайтана. Если мы увидели ученых, которые разваляют убирать колдовство другим колдовством, что нам делать? Говорим, это противоречит Корану и Сунне, и словам сахабов и предшественников этой уммы. И в этом поддержка колдунам и отвращение и отвращение от лечения Кораном. Аллах говорит, в нем, то есть в Коране, исцеление для людей. И лечение колдовством приводит тебя к неверию, потому что, когда ты идешь к колдуну, невозможно, чтобы он тебе сделал что-то, пока не приблизится прихожанин и сам колдун к шайтану тем, что тот желает, и взамен он аннулирует действия колдовства. И вместо одного колдовства он тебе делает поверх новое колдовство. И может быть даже у тебя не было на самом деле никаких проблем, потому что большинство людей в наши дни просто имеют наущение. Решение? Прочти суру аль-фатиха на себя и уповай на Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был под действием колдовства шесть месяцев и терпел, чтобы умма научилась терпеть. Женщина пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала, «У меня эпилепсия, попроси у Аллаха за меня». Он сказал, «Если хочешь, я попрошу за тебя, а если хочешь, потерпишь, и тебе будет рай». Значит, тот, кто проявляет терпение в испытаниях, тому будет рай. А тот, кто пошел к колдуну и поработал с ним, потерял награду и совершил шир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова